МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. На календаре 1 марта. Поздравляю всех с официальным наступлением весны. В теплое время года все мы устремляемся на прогулку по любимым местам нашего города. И понятно, что такие знаковые места и приятно, а именно лестницу по бульвару Гагарина, в народе известную как Потемкинская, а также сквер Семеновского, власти города наконец решили отреставрировать. Сегодня в программе в прямом эфире архитекторы, чьи проекты были выбраны для народного голосования, подробно расскажут о своих концепциях по благоустройству. А я также отмечу, что до 6 марта на электронной площадке «Брянск. Важное мнение каждого» запущено голосование, где каждый горожанин может поддержать понравившийся проект. На экране вы как раз видите сайт для опроса и можете голосовать уже прямо сейчас. Итак, свои работы сегодня вам представят известные и уважаемые архитекторы Александр Панченко, Александр Ромашевский, Юрий Сорокин и Ольга Грозева. Ну а в качестве приглашенных экспертов сегодня выступят Александр Васильевич Городков, профессор в БГИТУ, и Владимир Петрович Алексеев, заместитель директора по научной работе Брянского государственного краеведческого музея. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо, что пришли. Итак, ну лидирует пока по итогам голосования проект Александра Панченко. Вам слово. Александр Сергеевич, пожалуйста, расскажите, чем руководствовались, что вдохновило вас на создание проекта, и, возможно, вкратце, вот мы сейчас покажем даже видеоряд. Хорошо. Добрый вечер. Вдохновилось, что я являюсь горожанином. Это раз, прежде всего. Второе. За эти годы где-то как-то подспудно можно было увидеть некие недостатки, которые когда-то, сейчас скажу, Севоркин, или архитектор, спроектировал, это был ведущий тогда у нас институт граждан проектов, ну, из того, что было. Блоки, брехча, где-то кусками какие-то накрывные плиты. Вот. Как раз мы видим видео проекта вашего. Вот. А в основу легло то, что задание на проектирование, в котором четко сказано, за пределы лестницы не выходить, и следующее, что решение данной лестницы с ее архитектурных элементов могло бы не мешать, или, будем сказать, вписываться в любую застройку с правой стороны и исторической с левой стороны. Вот. Ну, и так как это все-таки охранная зона, это нужно было учитывать, согласовать в охране памятников и в архитектуре. Эти вопросы у меня были решены, сделаны. А далее, с чем мы столкнулись, с чем столкнулись, что там надо перекладывать большое количество коммуникаций, там у нас и газ, и водопровод, и часть, плюс еще самое большое количество еще сетей, телефонных, будем так говорить. Ну, и вот а ливневка, которая идет по центру, она отчасти, как говорится, за эти годы показала, что она подмывает наши площадки. И регулярно пытались эти, как говорится, промоины ремонтировать, с теми иными возможностями. То есть, то плитка, то щебетка, ну, в начале, как говорится, по своей технологии. И, значит, это говорит о том, что надо выносить хотя бы часть каких-то коммуникаций. Самое главное, это вынести, как говорится, ливневку. Лестница, при всем моем мнении, она все-таки широкая. Но уменьшать можем только по 75 сантиметров с двух сторон. Ось сохраняем. И в эту левую сторону мы предполагаем вынести ливневку. Ну, если так будем говорить о конструктиве. Если комментировать то, что там есть на картинке, я могу прокомментировать. Да, конечно. Ну, лестница тех же физических размеров за исключением одного момента, что когда мы спускаемся, там видно, когда-то не доложили одну площадку. И, думаю, при рабочем проектировании, при рабочем проектировании это надо учесть. Подпорные стены на 5 сантиметров сегодня же я опускаю. По той причине, что у нас перепад левой и правой стороны где-то полтора-два метра. Если с левой стороны комфортно можно, как говорится, на газон сесть, то с правой стороны полтора-два метра. Вот. За эти годы показалось, что там должно быть. Прежде всего, отделка должна быть материала. Это гранит. То есть, никакая клитка ничего там не выдержит. При всем этом, эта лестница смогла присуществовать в 40 лет. Ну, из-за того, что блоки лежат на песке и много чего. И плюс, вот это еще, говорится, вот это еще ливневка. То есть, сохраняя вот эти ступени, которые там есть. Но гранит полностью будете обновлять или лишь добавлять? гранитные ступени сохраняются, накрывные плиты, которые там есть, тоже сохраняются. Часть их надо будет доделывать. И сами стены облицовываются гранитом, тройкой, будем называть, ну, тридцаткой. А с обратной стороны, может, обрекча, которая есть сейчас на данной лестнице и которая будет в сквере Семеновском сниматься, может пойти на облицовку тыловой стороны этой лестницы. Вы знаете, на что обращаешь внимание в первую очередь? Это на декоративные элементы, а точнее, вот круглые светильники. Я так понимаю, что они использовались в круглом сфере после войны. Я сейчас поясню. Мы все жители неоднократно в этот последний участок преодолевали при подъеме от аптеки пешком. Мы видим вот эту разницу тех высот определенных, плюс вот эти, получается, нарезанные зубья. Но вот в этом варианте мы при слове, что мы будем все эти стенки лить, есть возможность сделать наклонными, тем самым, как говорится, зрительно немного уменьшить эту высоту, будем сказать. А что касаемо всех этих элементов, там для начала в этой лестнице у нас такие большие три группы светильников, которые брутально выискать, которые были после войны в круглом сквере. Ну а дальше элементы освещения, которые надо обязательно вводить, чтобы лестница была освещена. Ну и вот этот элемент каждой секции небольшого декоративного шара, вот, и плюс вертикальные светильники, которые на отметке три метра. Все это отливается из бетона, где-то марка 800, опыт уже и есть у нас за последних пять лет. Вот, то есть вы поняли. Предполагается еще изображение герба Брянска на поставках на пилон, издатой основания города, на каждых элементах, каждый элемент, я начинаю еще с площади партизан, являюсь автором реконструкции, на всех светильниках у нас герб. в Севске, во всех городах, в которых я работал, я стоял, чтобы люди как-то свою малую родину или как-то видели в этой геральтике. Понятно, спасибо большое. Еще, когда поднялись, когда поднялись у этого, как говорится, винного замка, там у нас два постамента, на которых я хотел бы показать большие шары, декоративные с полосой, на которых внизу будет написано город Брянск основан тогда-то, с левой стороны город Брянск, воинской славы. Ну, то есть, чтобы немного зрителя, не зрителя, но я, как понимаю, это лицо города, лицо города. Ну, я рассматриваю это в лесу как невесту. Понятно. С бусами, определенные. Так, Вы знаете, мы решили узнать, а что думают о предложенных для голосования проектах известные брянские художники, историки и писатели. И в течение всей программы они поделятся своим мнением. Вот сейчас точка зрения архитектора-реставратора Александра Петрова. Так, более из всех проработанных проектов, я так заметил, что это у Панченко, потому что, наверное, времени было у него больше. Так, по работе сразу видно, где сделано там за три вечера, а где человек уделял этому каждому элементу внимания. Вот здесь вот проработка такая детальная, прослеживается именно у Панченко. А остальные тоже имеют место быть, но все-таки они не до конца продуманы, на мой взгляд. Если эти скульптуры, они сами по себе интересны, так мастерски выполнены, но их можно поставить не только на лестнице, можно и в другое место перенести. Потому что стрельцы и лестница, это странно, конечно, потому что все-таки лестница, вот она родилась в 70-е годы, прошлого века, 20-го. Поэтому такой набор театральный выглядит странно. И надо сравнить с масштабом окружающей застройки. Я как реставратор вижу, прежде всего, что следующим этапом будет восстановление этих исторических объектов, которые там с красивой лестницей на них смотреть будут, не знаю, красивее или не очень. Поэтому отреставрировать вторым этапом здание, это будет, по-моему, правильный шаг. Ну, слово представляется Александру Александровичу Ромашевскому. Как раз поделитесь, пожалуйста, сколько все-таки скульптурных скульптур будет расположено на лестнице, пока мы знаем о трех комбинациях по две скульптуры или все-таки еще. И зачем такое обилие все-таки? По мнению, например, интересное замечание по проработке проектов, только что прозвучало. На самом деле, я очень поздно узнал об этой работе, очень поздно подключился, и у меня была всего одна неделя. И я сделал только часть проекта. Но на данном этапе я считаю, что не обязательно было делать весь проект. Надо было показать какие-то ключевые моменты и показать свой потенциал. Показать, что ты можешь решить эту проблему. Это было основное в этом, на мой взгляд, задание. Потому что дальше надо просто дальше работать над этим проектом. Значит, сразу коснусь замечания по стрельцам, по всему прочему. Значит, раньше это место называлось, вот сейчас лестница, это была Рождественская горка. Рождественская горка, она была, не знаю, лет 600-700, не знаю сколько. А бульваром Гагарина 40 лет, не 60 или 50. но поэтому я делаю эту часть бульвара Гагарина. Это сейчас фото не относится. Прошу придержать вот этот кадр, да. Вот по количеству фигур, по количеству фигур, вот только что был кадр Карлова моста в Праге, в Праге. И можно вернуть назад? Нет, пока не можем, мы можем запустить. Да, ну вы видели этот кусочек моста в Праге, каждые 20 метров фигура стоит. Поэтому вопрос о количестве фигур, это вопрос чисто провинциальный. Значит, в Европе и вообще в мире скульптура и архитектура это неотъемлемые и взаимосвязанные виды искусства. Там нет разницы, там нет такого различия между архитектурой и скульптурой. Они различаются, но наверное только в Брянске есть четкая граница между скульптурой и архитектурой. В мире такого нет. Значит, вот этот вот пример Карлова моста показывает, что любая архитектура в Европе она всегда сочетается со скульптурой. Всегда. Будь это дом, на фасаде дома будет рельеф, будь это мост или любой архитектурный объект, там всегда будет скульптура. И вы видите количество скульптур на этом Карлова мосту и никого это не удивляет, никого это не раздражает. Как только ты скажешь, что в Брянске будет стоять на одной лестнице пять или шесть скульптур, у всех вот такие вот глаза, там, это что такое. Ну, ребята, давайте будем ближе к Европе. Вот. Значит, лестница протяженная, на ней можно поставить. Причем у меня скульптура не обязательно будет стоять на лестнице. У меня только на лестнице. Значит, у меня вот эта рощица между Дубравой и лестницей является неотъемлемой частью проекта. Там должны быть пешеходные дорожки, там должны быть скамейки. Я скамейки не ставлю на лестнице, не загружаю скамейками лестницу. Значит, и объединяющим элементом, и рощей, и лестницей будут как раз скульптурные композиции. Вот. У меня скульптура начинается снизу, со Средневековья, на нижней площадке. Я делаю стрельцов. Это где-то 17 век. Это, ну, надо читать, мы уже про пути прошли, можно сказать. Дальше у нас 19 век, я так проработал, и 20 век. Значит, почему стрельцы? Потому что надо позиционировать этот объект с России. Допустим, кто-то уйдет на фотографию эту лестницу. Когда он видит стрельцов, он сразу понимает, что это объект, это российский объект, российская архитектура, это российская скульптура. Потому что стрельцы это такой род войска, который был только в России. Значит, почему вообще я взялся за историческую тему? Значит, у нас тысячелетний город. Тысячелетний город. Вот, в Кельне стоит собор. Значит, его делали 630 лет. У нас тысячелетний город, что у нас сохранилось, что делали у нас 630 лет? Кто что у нас делал, и что это сохранилось? У нас нет ни одной приметы нашего города тысячелетия. Вот, поэтому у меня давняя идея, давнее такая, давнее желание немножко состарить Брянск. А состарить можно как? Я как скульптор представляю это историческую тематику. Поэтому и появляются эти фигуры на лестнице. Это очень хорошее развитие. Фигуры можно поставить в другом, на любом месте, но лестница в Брянске, в данном случае, наиболее приемлема. Но их будет все-таки 6 или больше? Пока точно неизвестно количество, не проработано, потому что там будут еще архитектурные входные группы, то есть вот что у Александра Панченко, светильники, там будут еще входные группы сделаны, на выходе будут и так далее. Ну, это, скажем, отличительная черта вашего проекта все-таки скульптуры, а в целом лестница материал. Значит, в целом лестница тоже. Но тут нет ни одного проекта, который бы что-то... То есть у всех гранит, правильно? Ни у кого плитки. Убирал ступеньки, менял гранит на ступеньках, еще что-то там сильно переделал. В принципе, все придерживаются вот этого. Ну, кроме Юрия Степановича, он там отличился немножко. Юрий Степанович, потом попозже расскажет. Да, значит, а остальные проекты оставляют лестницу практически в тех же габаритах. Вот только Александр Панченко пытается ее сузить. А вы парапеты хотите немножко пониже, с 80 до 50? Категорически, да, считаю, что улицу, то есть лестницу нельзя сужать. Она очень хорошая пропорция. И даже набор, считаю, немножко узковата. Ну, по идее, да, хотелось бы как-то там немножко понизить, потому что вот эти зубья на самом деле торчат. Вот этот недостаток лестницы есть. Но, в принципе, я считаю, что лестница, к ней уже привыкли за эти годы. Она уже сформировалась. Народ к ней привык. Сильно менять ничего не надо. Вот этот европейский подход, понимаете, ничего не ломается, а дополняется и усовершенствуется. Вот в этом мой подход. Саму лестницу очень деликатно мы меняем. Я тоже считаю, что надо поменять гранит. На лестнице, я имею в виду, на стенках мы меняем. Ну, правда, с тремя сантиметрами я немножко не согласен. Можно и потолще чуть-чуть дать. Но почему? У меня бучердированные стенки. Это неровная поверхность. Это образец у нас в круглом сквере. Вот этот гранитный пояс такой идет. Вот там вот такая поверхность. Я считаю, что здесь, она на внешних сторонах стенок лестницы будет вполне уместна. Я оставляю черные плиты, гранитные, которые сейчас существуют. Но я, конечно, придал бы им больше такой... Там никаких фасок нету, там никакой полировки такой особой нету. Я бы немножко с этими плитами поработал бы, чуть-чуть их довел. Я тоже ставлю фонари, но в отличие от проекта Панченко, у меня фонари 19 века. Почему я их такими делаю? Потому что у нас Вальвар Гагарин довольно протяженный и уже сделана часть там, где стоит, около стадиона, где стоит памятник Гагарину. И чтобы как-то объединить эти две части, я ставлю все-таки и внизу такие же примерно фонари. Тем более, что, когда мы поднимаемся вверх по лестнице, с правой стороны у нас здания исторические 19 века и так далее. Понятно, спасибо большое, Александр Александрович. Я думаю, что у нас, если останется время, мы потом еще подробно каждый из вас что-то добавим в полосового проекта. Но прямо сейчас давайте послушаем мнение историка профессора Багулумения Петровского Александра Михайловича Дубровского. Вот 9 мая. По всему городу были поставлены такие фанерные, что ли, фигуры, изображающие бойцов Советской Армии. Это были скульптуры, фотографии. То есть, понимаете, в общем, где-то интуитивно ясно, какая-то такая стихийно складывается потребность, что городу нужны скульптурные изображения. Их не хватает. Но сколько можно отделаться картонами и фанерой? Наверное, все-таки надо дать что-то настоящее. Это первое. То есть, сложилась стихийная потребность. На нее надо отвечать нашим мастерам. Второе. Мы должны думать о туристической привлекательности города. Мы не просто создаем лестницу, не просто ее проектируем. Но дело в том, что мы как бы закладываем капитал в экономическое будущее города. Он должен быть привлекательным. Он должен привлекать туристов, которые деньги сюда привезут. Вот это взбодритая торговля, гостиничную, хозяйство. Понимаете, это такая проблема, которую не нужно решать вот прямо всем жителям Брянска. То есть, их мнение, конечно, тоже надо спросить. Это интересно. Но оно не должно быть решающим. Тут должны все-таки говорить, на мой взгляд, специалисты. Художники, архитекторы, историки. Ну, не знаю, может быть, кого-то обидел. Но сейчас трудно вот так сходу перечислить всех. Вот, я думаю, что вот это. В этом смысле мне как-то ближе проект Александра Чармашевского, который, во-первых, не разрушает лестницу, он ее подновляет, но оставляет такой, какая она была, во-первых. Еще снабжает тремя группами фигур, и каждый из них отражает какие-то этапы в жизни города. Фигуры 17 века, фигуры 19 и 20. Ну, хорошо. Сейчас мы придемся на небольшую рекламу, после которой о своих проектах подробно расскажет Юрий Степанович Сорокин и Ольга Александровна Грозева. Оставайтесь с нами. Итак, наша программа продолжается. Напомню, что сегодня мы говорим о реставрации Потемкинской лестницы и сквера Семеновского. А также хочу напомнить, уважаемые зрители, что до 6 марта на электронной площадке «Прианск». Важно мнение каждого. Продолжается голосование, где вы можете, понравившийся вам проект, обязательно поддержать. Итак, сейчас слово предоставляется Юрию Степановичу Сорокину. Пожалуйста, вам подробно о вашем проекте, а также мы покажем видео. Я хотел бы отметить в преамбуле такое, правильно сейчас сказали, на электронной площадке важное мнение каждого. И вот вся идея того, что мы здесь собрались, может быть, даже мы собрались, может быть, слишком поздно. И вот эта фраза, хорошая, кстати, но она важна мнение каждого. Мы ее не услышали. И не услышим, я так понимаю. Мы только увидим голоса. Но, кстати, на сайте можно оставлять свои комментарии и пожелания. Комментарии, которые никто не увидит. И там ниже их никто не видит. Их не видит, да? Да. Поэтому я к чему говорю, что большей пользой для чего было бы и для всего, и для города, и для архитектуры, и для строительства, и для проектировщиков, когда мы услышали бы мнение, и там написано еще внизу немножко, что открыт диалог, открытый диалог, пятое-десятое. Ну, кстати, давайте прямо сейчас и предложим подключиться нашим зрителям к обсуждению. Вот, очень хотелось бы, за что они конкретно голосуют. Высказывайте свое мнение. Да, делитесь, пожалуйста. Конкретно. Интересно, вот за что они голосуют? Телефоны на экране, пожалуйста, еще и 40 минут программы. Да, дозванивайтесь. Ну, слушаем. Я продолжаю. А? Да. Так я вот хотел еще сказать, что именно голосование, мы знаем, что такое электронное голосование, да? Там вбросы, видите? И что интересно, там сквер, сквер там голосует, допустим, 200, а там сразу тысячи, там можно выбрасывать. А когда мнений было бы меньше, голосов было, на голосов можно и самое главное мнение услышать было. А здесь получается что? Это все равно, что вот мы пациента, условно, на медицину, аналогию просто если провести, да? Мы на электронную площадку выставляем пациента больного, да? Заведомо не говорим диагноз никакого, потому что его нет. Только знают пять врачей. Вот, допустим, мы тут четыре врача, да? Или пять. И вбрасываем на электронную площадку голосовать, какие, как будем лечить больного, какими таблетками, да? Никто не знает, ни диагнозы, тем более диагнозы не знают даже некоторые, допустим, сами врачи, потому что нет таких заданий. Ну ладно, давайте не будем тратить время там поговорить, говоря об объективности данного голосования. Наша главная задача сейчас как раз-таки показать жителям города, рассказать подробное проектие. Нет, вот самое главное, это очень важно, поймите, может быть, это важнее, чем самообсуждение, потому что сама процедура, процедурная часть, она в корне неверна. И мы хотели бы услышать именно тех, потому что прежде, чем голосовать, надо тем более знать, я почему говорю, что некоторые, допустим, врачи диагноза, да не знаю, есть грамотное составленное, по нему я и пройду, потому что... Ну я думаю, знаете, что можно еще предложить? У нас очень много творческих союзов, так создана рабочая группа. Понятно, что мнение горожан очень важно, нужно спросить мнение их, вы согласны с этим? То есть обязательно, может быть, еще по итогам голосования собрать людей, которые связаны с этим. Как бы не согласен, мы этих зрителей это и не услышим. И что они, допустим, интересно, он голосует, вот я, мне нравится шарик, а другие какие-то они там не шарики, а мне шарики нравятся. Там такие... Ну понятно, Георгий Александрович, ну ладно, мы понимаем, что немножко вы обижены, что у вас месяц пока голосовка, поэтому да. Нет, я имею в виду, что тысячи человек вам понравился шарик, потому что я вот зачитаю, составлено грамотно для... Ну это как диагноз, вот, да? Составлено техническое задание, составлено грамотно и профессионально. Если его прочитаем, на капитальный ремонт должен предусматривать композиционную увязку с осуществлением благоустройством площади Славянской и в периметре существующей капитальной застройки, а также с перспективной реконструкцией фонтана и здания киноконцертного зала «Дружба». Понимаете, тот зритель или кто голосующий, он должен знать, что проектировали вообще, Ну а разве все эти проекты не отвечают данным требованиям? Ну я сейчас вот зачитаю, и вам могу даже сказать, что они не отвечают. Допустим, я могу сказать, что они могут все не отвечать. Понимаете? А мы голосуем. За что мы... Тогда, значит, было... Ну давайте это оставим уже на откуп рабочей группы, которая отбирала эти программы. Данное задание является обязательным приложением к исходным материалам, обязательным по предоставлению права на разработку проектной документации. Проектирование вести с учетом положения об утвержденных зонах охраны культурного наследия и режимов регулируемой горостроительной деятельности. Это очень важные документы. Почему я на этом акцентирую? И всем... Так подождите, вы хотите сказать, что ни один проект не соответствует вот этим требованиям? Или как? В полной мере не соответствует. В полной мере. Но значит, они будут дорабатываться, я так понимаю, это же возможно для тех самых требований. Я очень поясню, почему. Это тоже очень важно. Потому что сейчас мы смотрим только... Вот правильно Ромашевский сказал, что в принципе, а что, вот лестницу, а что там проектировать? Лестница есть лестница. Там постоянно... Ну там, я понимаю, технические условия, соответствия с город-планом. Там еще и те, которых тоже, в принципе... Ну это все опять, Юрий Степанович. Ну не будем мы тратить на это время, на вот эти вот бюрократические... Я не сказал, что свой проект несловил. Я читаю, уже как бы рассказываю, что... Это дело уже чиновников, это дело представителей власти, городских властей. Ваша задача, Юрий Степанович, расскажите о проекте. Не тратьте время, а то все не успеют. Так я как бы читая, говорю, что именно я это и заложил. Ну это все издержки, скажем так, документ... Нет, я... Давайте посмотрим ваш проект. Допускайте, пожалуйста. Так, Юрий Степанович, вот мы видим на экране, расскажите, у вас очень интересны витиеватые дорожки. Да, так вот, границы заключаются не только в границах, в границах только лестницы. В границах тех задания и в границах проектируемой застройки он идет до Дубравы, потом поворачивает туда и идет вплоть до исторической застройки, если мы смотрим с набережной, с правой стороны. Вот, допустим, развертка, да, идет. О чем здесь должна идти речь? Действительно, мы должны еще думать, когда именно градостроительное идет проектирование, а не просто художественное. Мы должны думать, когда люди, допустим, здесь тоже в тех заданиях это написано... Это, кстати, филармония проект. Да. Ее тоже надо, если отвечать. Да, да, да. Когда та историческая застройка, которая по записанному будет заселена там или жильцами, или зданиями общественного назначения, сейчас же, допустим, вот мы видели, никто об этом не думает. Там должны появиться обязательно с колясками, пандусы, заходы, потому что любой будет объект, который сдаваться, будет этим требованием предъявляться. Там сейчас нет даже расстояния минимального, даже по нормам, которого стоит от лестницы до здания. Представьте, сделали мы лестницу, затратили большие деньги, а потом, когда начнется вот это вот, инвесторы начнут приходить, правильно сказали, туристы там, там или что-то, будут приходить инвесторы. Они говорят, а зачем мне это покупать здание под что-то проектировать, когда тут места нет? Тут мне уберите это и парапеты, и здание, и сдвините лестницу. Поэтому я сразу предлагаю сокращать. То есть вы увеличиваете пространство между лестницей и домами? Обязательно. Обязательно. Это, кстати, и записано в регулируемой застройке. Это обязательно условие, во-первых. Я тут даже художественного не надо, здесь надо чисто профессионально подойти, расстроительно спроектировать, расширить это место до исторической застройки. Мы сейчас на нее не обращаем внимания, но мы обратим на нее внимание, когда весь этот ряд начнет работать, к ним надо подъезжать, к ним надо подходить, около них, а перед тем фасадом будет стена какая-то, но в виде парапетов. И нет пространства между этой воздухом. Это первое. Второе. Вот это вот, то, что я предлагаю, если можно показать, да, можно показать еще раз. Вот, смотрите, общий вид. Там показаны три объекта общественного назначения. Они записаны и разрешены, они идут как в виде компенсационного строительства. Это записано и в тех заданиях, это написано и в зонах особо регулируемой застройки. Они все указаны. Что интересно, что вот это все еще было предложено и спроектировано тоже там 10 лет назад. И это все было, сейчас бы и лестница существовала с этими параметрами, о чем я сейчас и говорю. Но ее из бюджета бы ни копейки бы не потратили люди. Эти инвесторы, которым дали вот эти три здания, они брали на себя, ну они взяли бы на себя, ну они и брали, просто им потом отказали. зачем бы или не поделились что-то, да? Но они брали на себя обязанность полностью восстановить эту лестницу со всеми этими делами. Вот к этим проходам я, как дальше, если идти по внешнему виду, идет, да, парапеты полностью, я убираю парапеты, но их тоже, когда кто-то, если кто-то голосует, они с этого не видят, да? Парапетов в зеленой зоне, когда идет вот, где дуб у нас растет, там нет парапетов, там идет свободная вот лестница и потом идут площадки. Ну я хочу отметить, что еще там же на сайте подробно с концепцией проектов можно ознакомиться любому жителю, там все это расписано, просто много времени потратили по поводу голосования. Ну вот сейчас, прошу прощения, Юрий Степанович, вас поддержит, кстати, Владимир Васильевич Волков, заслуженный художник России, а также руководитель представительства Брянской области Международного союза педагогов-художников. Что он думает вообще о голосовании, которым принимают участие горожане? Пожалуйста, в следующем видео. Мне первый вопрос возникает, почему в этом конкурсе не были приглашены для участия творческие союзы, Брянский союз художников, союз дизайнеров, но Панченко это не представляет союз дизайнеров, он один. То есть, мне кажется, что в конкурсе должны участвовать авторские коллективы, не единичные люди. И вот такие коллективы могли бы создаться. У нас примерно сейчас 5 или 6 творческих союзов в Брянске. Их в первую очередь надо приглашать. Это профессионалы по-любому. Дизайнеры, художники, педагоги, все равно это профессионалы. И, конечно, только бы интереснее были бы проекты и более разнообразные. Это первое. Второе. Прежде чем браться за эти проекты, нужно хорошо изучить технические условия. То есть, вот видите, какая кривая лестница, потому что это не учитывалось. То есть, тут надо хорошо провести инженерные работы, прежде чем реконструировать эту лестницу. И третье. Проект должен еще учитывать историческое расследование Брянска. То есть, вот, насколько я читал по Брянской епархии, вот здесь храм стоял, и вот здесь храм стоял. И они будут, в принципе, восстанавливаться. Уже есть такие планы в епархии. То есть, это тоже часть проекта, может быть, этого, понимаете. То есть, вот как-то связь с историей. Ну, по тем проектам, что выставлены, вот у нас как-то общее мнение, что они примерно все одинаковые. То есть, они красиво сделали, красивые картинки. Ну, из всех картинок мне понравилась картинка Сорокина. Ну, вот так вот. Именно как картинки, но я думаю, что там, конечно, все более серьезно. Так, пожалуйста, Ольга Александровна, вам слово. Время у нас не так много. Пожалуйста. Ну, хочу сказать, что все выступающие здесь коллеги, они совершенно правы в том, что подход к этой лестнице должен быть особенным. Единственное, что мне кажется, что восстановление фасадов противоположной, так сказать, стороны именно где исторические здания и реконструкция лестницы хотелось бы, чтобы шло параллельно. То есть, для того, чтобы у нас, создавая среду на лестнице, мы могли быть уверены в том, что мы не только, будем говорить, узкую эту зону в углу строя Лену, но еще и восстановили, воссоздали те памятники архитектуры, которые там на этой лестнице существуют. Что касается нашей концепции, к сожалению, Юрий Степанович, я вот, допустим, не видела этого технического задания, ничего не видела. Почему? Потому что мы... потому что мы сделали просто, как жители города Брянска, вот наша организация, сделала просто проект, потому что устали от этого безобразия на этой лестнице и принесли его, честно сказать, просто в архитектуру. Даже я вот и не знала, что мы... и попали просто вот на это мероприятие. Потому что нам хочется, чтобы лестница была одновременно для горожан удобна, чтобы она привлекала внимание, чтобы на ней были места и зоны, где можно и отдохнуть, и, может быть, устроить какое-то детское или там, не знаю, кондитерское кафе, мороженое, пирожное с какими-то площадками детскими. То есть, чтобы горожане не просто транзитом шли через эту лестницу, но еще могли на ней и задержаться. Поэтому я солидарна, например, с теми, кто согласен, что надо на этой лестнице поставить какие-то малые архитектурные формы. Толго, Александр, у вас вот заявлены, кстати, самые почему-то экономные варианты. Это в чем объяснить? Потому что, в принципе, мы не расширяли и не сужали лестницу. Мы просто ее ремонтировали. То есть, все те гранитные ступени просто привести в порядок предполагали. Использовать все, что там есть в натуре. Но еще предполагали сделать определенный бонус, будем говорить, на этой лестнице. Сделать фонтан-каскад. Для того, чтобы еще больше привлекать, что называется, жителей города Брянска. Вокруг фонтана на этих территориях могут быть любые малые формы, любые, так сказать, те самые объекты, которые были бы интересны горожанам. И, в принципе, получается, что у нас еще в нашем проекте предусматривалось размещение общественного туалета. Об этом нигде не написано на сайте, не знаю почему, но тем не менее. Там раньше был и общественный туалет. Вы вспомните, на этом пятачке чего только не было. И рынок был. И, значит, всяческие пивные какие-то устройства там были от этого медведя. Там лайки. Вот. И общественный туалет там был. Вот если этот общественный туалет, в принципе, в городе Брянске хоть один сделать нормальным, качественным, потому что город наш, ну просто стыдно, не имеет ни одного общественного туалета. Всем по углам, по углам, не знаю, где там жмутся и что делать. Все понятно. Спасибо, Ольга Александровна. Сейчас услышу мнение Елены Михайловны Зубовой, эксперта Министерства культуры Российской Федерации, начальника Брянского регионального отделения охраны памятников. Лестница у нас находится на территории достопримечательного места. И мне кажется, это очень важно. Потому что вообще понятие достопримечательное место, как категория памятников, в законодательстве появилось совсем недавно. И у нас на территории Брянской области это единственный памятник такой большой с большой территорией. А территория, она сложной конфигурации, но укладывается в прямоугольник, который образует четыре улицы. Калинина, Фокина, Горького и Луначарского. И вот эта лестница проходит именно по этой территории. Поэтому вообще сложно, откровенно говоря, рассматривать проекты в отрыве от концепции благоустройства всей территории Рождественской горы. Разумеется, нужно провести капитальный ремонт, применить хорошие дорогостоящие материалы, но избежать излишних украшательств любыми архитектурными элементами этой лестницы. Я бы не могла отдать вот сейчас предпочтение ни одному из этих проектов. Скульптуры Ромашевского, мне кажется, они могли бы быть, но вот как раз на этом месте, которое сейчас неблагоустроено, они бы были, мне кажется, уместны. И я сомневаюсь, что их должно быть такое большое количество. Мощение у Ромашевского, да, по цветовому решению мне показалось очень приличным. Сквер Могилевцевых, да, мне показалось угрозивый вариант, над которым можно работать. Именно сквер, я не говорю о лестнице. А отдать преимущество какому-то одному проекту я не смогла бы. Сейчас перейдемся на рекламу, после которой совершим экскурс в историю. Поговорим и покажем, как выглядела Потемкинская лестница в разные периоды истории. Оставайтесь с нами. Итак, сегодня мы говорим о реставрации лестницы по бульвару Гагарина из сквера Семеновского. Я напомню, что на электронной площадке Брянск, важное мнение каждого, до 6 марта проходит голосование граждан. Ну и сейчас предлагаю совершить экскурс в историю. Слово вам, Владимир Петрович Алексеев. Пожалуйста. Рождественская гора в 17 веке это место поселения брянских стрельцов. Это стрелецкая слобода. Стрельцы составляли основное население Брянска в древности. От них пошли многие фамилии современные потомки, которых проживают в Брянске. И место это овеяно многими легендами Брянскими. Улицы, по которой по Рождественской горе проезжал царь Петр I, Фёдор Иванович Тютчев неоднократно здесь проезжал. На перекрёстке Рождественской горы с бывшей Старособорной площадью, сейчас улица Луночатского, стоял дом Константиновых родственникова Ломоносова. И как раз вот там наш великий баснописец, будущий баснописец Иван Андреевич Крылов встретился с родственницей Константиновых. Вот это самая знаменитая за всю историю Брянской любовь, которой пока ещё не нашёлся Шекспир. Поэтому вот второй памятник тоже малая скульптурная композиция тоже была бы очень уместна. Поэтому вот надо учитывать всё-таки такие исторические моменты и вот эти скульптурные композиции, они как раз здесь кстати. Я как экскурсовод, которому часто приходится проводить экскурсии и от лица других экскурсоводов сказал бы, что нам нужны такие вот опорные точки, которые можно воочию как бы обратить внимание посетителей брянского, туристов, остановить их внимание. Владимир Петрович, ну вы просмотрели сегодня все четыре проекта, ваше мнение. Какой наиболее близок и почему? Действительно, проекты мне нравятся все, проработаны довольно детально, но вот я всё-таки как историк склоняюсь к проекту Ромашевского. Вот эта историческая изюминка это одно из главных исторических мест Брянска, поэтому исторические скульптуры может быть не так много, может быть даже достаточно двух композиций, Старецов и Крылова с Анютой Брянской достаточно будет. Вот я и историки вот тут со мной солидарен, я с Дубровским Александром Михайловичем. Спасибо. Сейчас послушаем мнение о реставрации, о проектах реконструкции лестницы сквера Семеновского, о которых подробно рассказали архитекторы в программе члена Союза художников Владимира Мурашко. Жители города имеют право на традицию. Если маленькие революции производить одна за другой, то не останется ни истории, ничего, будут одни руины. Поэтому я не скажу, что я в восторге от всех этих четырех проектов, но я поступил чисто по-человечески. Я представил, на какой из этих фрагментов, которые представлены в интернете, мне было бы уютно. И вот Панчинский мне понравился больше. Хотя я хотел бы высказать предложение или пожелание. Вот мы привыкли к этим гранитным ступеням, к этим мраморным вещам. Мне было бы вообще-то неуютно, как некрасиво это сделать, если бы чистый новодел. Потому что мы, понимаете, в Брянске сейчас вся застройка наплевала на традицию, на городской ландшафт. Втыкают какую-то стекляшку где угодно. Если это случится с лестницей, это будет очень грустно. Ну вот без новодела такой девиз такой посыл был у Александра Мурашко. Но у меня такой вопрос к вам теперь, Александр Васильевич. Мы понимаем, что в принципе облик лестницы невозможно завершить без реставрации тех зданий, которые сейчас трудно назвать даже зданиями, это скорее руины. Когда же все-таки власти договорятся с собственниками этих зданий о возможной реставрации? Когда сдвинется уже с мертвой точки, это проблема. Вы абсолютно правы. И права архитектор Грозева, которая только что сказала, что нужно подходить к комплексу и к лестнице, и к окружающей исторической застройке. Вот сейчас мы как раз этого и не видим. Брянцы рискуют получить красивую хорошую лестницу в окружении руин. Это будет что-то вообще непонятное. И вот поэтому уже сейчас нужно думать, как все-таки воздействовать на собственников, на арендаторов этих зданий. А, кстати, воздействовать можно. Каков собственник, если он, так сказать, довел до разрушения памятника архитектуры, мы можем его лишить права собственности. И арендаторы этого касаются тоже самое. Поэтому, безусловно, городская власть должна задумываться, какая все-таки будет у нас политика в отношении собственников этих зданий, которые вот сейчас стоят в руинированном состоянии. То есть рычаги воздействия есть, но пока все обложено и не там. И непонятно, почему проходят годы, а мы, собственно, с мертвой точки не можем сдвинуться в этом направлении. Так что эту проблему безусловно решают. переговоры. Я понимаю, что, в принципе, сами собственники, как я общалась с тем же Перовым, реставратором, в принципе, не против реставрации. Ну, вот, может быть, вы подскажете, что в этом направлении, когда начнется реконструкция? Я скажу просто, еще был, вот, 8-й дом Булеварова Гагарина, допустим, так, он там где-то в 93-м сгорел. Там 15 собственников. Понятно. Понимаете? На этом все, в том еще году все и уперлось. Приходили инвесторы. Я о чем сейчас говорил, что это можно даже было его за счет инвесторов отреставрировать и всю лестницу. Если бы тогда просто дали уже, потому что проект уже был, за этими домами строить, ну, как говорят, там наводил, без наводилов мы не обойдемся. Потому что деньги нужны, инвесторы нужны. Сзади этих домов строятся наводилы, эти фасады реставрируются, привлекаются инвесторы для нового строительства, то, что я, допустим, я предлагаю. И комплексное вот это, о чем сейчас и идет речь, комплексное. А комплексная и была бы сразу. И поймите, даже бесплатно, даже из бюджета бы ни копейки не брали. Потом бы уже вот можно было конкурс устраивать там на художественное оформление. Поймите еще раз, сейчас надо определить градостроительное позиционирование, что и как, чтобы потом не столкнуться как раз с инвесторами, которые скажут, что вы мне предлагаете, даже эту развалюку, когда ничего вокруг нету. Именно комплексное, и я правильно говорю, комплексное, если делать, то сейчас надо упор делать для заинтересованности инвесторов. Они там не на шарики, не на лютики. Причем здесь скульптура. Мы сейчас сделаем, да, скульптуру можно поставить в любой момент, в любой момент. Только в зависимости поставим мы ее в грязь, ну, в которой ничего нету, или уже сделанное в соответствии всех норм. Поймите. Я думаю, власти города, естественно, как-то будут решать этот вопрос, и думаю, что, может быть, какие-то патриотические чувства возникнут у собственников этих домов, которые понимают в таком виде это все находится, да, и, по крайней мере, дадут возможность отреставрировать. Да, пожалуйста. Мне бы еще хотелось отметить вот какую положительную вещь. Мы впервые сейчас и телезрители, и архитекторы вместе встречаемся в эфире. А когда мы последний раз встречались и обсуждали градостроительные проблемы? А практически ни разу. И вот первый раз, может быть, заложим добрую, хорошую традицию, чтобы могли все градостроительные проблемы. Но нашей целью было сегодня показать все проекты, рассказать подробно. Это будет очень важно и плодотворно. Вот я предлагаю после 6 марта, когда закончится голосование, уже какое-то окончательное решение будет принято, собраться еще раз и обсудить. И вот еще одно любопытное мнение в конце программы Сергея Сергеевича Клещикова, художника-монументалиста, председателя правления Творческого Союза Художников России. Предлагаю посмотреть. Первое, с чем сомнения вызывает, это интернет-голосование. Я считаю, что такие вопросы должно профессиональное сообщество решать. И перекладывать на жителей то, что профессионалы не могут решить, это, по-моему, нехорошо. Многие годы в Брянске это вот нищета, отсутствие денег, и мы уже практически всю перестройку, ничего такого общественного, культурного не строили. За 25 лет, кроме магазинов и церквей, мы ничего не строили. Как мы ее назовем? Какую она будет нести нагрузку эмоциональную, идеологическую, даже историческую? Вот в Одессе Потемкинская лестница. Вот мы подумали, чтобы это мы назвали Гагаринская или Могилевцева, или я не знаю как. Может конкурс сначала объявить тему лестницы. Как мы ее дальше будем развивать? Что здесь должно появиться? Вот говорят, здесь это самое, нашли фундамент церкви. И надо восстанавливать церковь. Я себе задаю вопросы всем, а зачем, почему? У нас кладбище в парке Толстого. Почему мы его не восстанавливаем? Это не факт, что надо восстанавливать церковь. У нас, извините, где что-то не строится, обязательно рядом будет часовня. Ну вот такой вот момент, это мнение, да, художника-монументалиста по поводу церкви. Я так понимаю, что возьмет на себя обязательство Брянская епархия восстанавливать, правильно? И вообще это уже решено или нет? Вы подскажите, пожалуйста. Александр Сергеевич, Александр Александрович. Со слов Пирова было сказано, что епархия будет. Будет, это уже решено. Но моё мнение следующее, если даже средств техники будет, у епархии тоже, кажется, нет такого мешка. Вывести из этого фундамента хотя бы полметра, чтобы мы такие... Да, и поставить табличку какой-то памятник. Чтобы люди могли видеть, что здесь такое храм. Потому что понятно, что у Брянской епархии тоже нужны средства. такие варианты были уже. Ну а вы как считаете, вы как архитектор, я посмотрю, что у вас, у каждого на проекте и там, где церковь, у вас просто какая-то схема нарисована. Нет, если цель действительно восстановления исторической... Справедливости, во-первых, что там они всё-таки были. Ну, в этом, да. Где-то можно чего-то не строить, но здесь это всё было. Всё было. Это надо и восстановить. И именно к чему? Я говорю, что именно градостроительность сейчас надо определить. Рамки, границы вот этой и самой лестницы. И те храмы, там же два храма стояли. Веденский и Рождественский. И с Веденской начиналось Веденский, он ещё более древний. Они сдавали, там по ним можно было как раз историческое параллель провести, что там улица вообще по другому уклону была. То есть, допустим, я и предлагал там даже плитку даже индивидуально сделать, чтобы подчеркнуть эту историческую память, что улица была здесь не вот так, как идёт она при Екатерининском плане. А была до, вот ещё когда Стрелецкая там слобода была, она шла именно по фасаду главному Рождественского храма. То есть, это что же туда новая история. И туда уже привлекать, правильно сейчас можно даже раскрыть фундаменты, пусть даже фундаменты стоят там. Но дело в том, что эту земля сейчас принадлежит хозяину Дубравы. Понятно. Ну, послушайте, ну, всё-таки церковь будет восстанавливаться, понятно, из денег, у которых сейчас возможно и нет у Брянской епархии, и на деньги спонсоров, понимаете? А может быть, всё-таки подумать, что спонсоры как-то постараются вложить деньги, чтобы вся территория была благоустроена, чтобы в концепции. Поэтому сильно упирать на церковь пока не стоит. Надо довести, мне кажется, до конца всё-таки всю реставрацию всей прилегающей территории пока. Памятный крест, допустим, пишутся на камне, что здесь была такая-то церковь, здесь была такая-то церковь. Обозначаются эти места, пока нет инвесторов или кого-то, кто готов. А инвесторов привлечь к тому, чтобы облагородить всю территорию, включая набережную. Главная задача привлечь инвесторов. Там же люди даже не ходят. Люди, они только идут от остановки до остановки. Человек пойдёт, когда вот, я и говорю, что я предлагаю там сделать эти помещения общественного значения, какого рода, но они должны быть. А кто-то пойдёт, даже отреставливаете церковь и эти здания, никто туда скажет, что будут инвестировать, когда там вы ничего не предлагаете. Брюс Степанович, честно говоря, там бассейны, допустим, или ещё что-то. Я совершенно против, чтобы там возникали какие-то здания. Пусть там будут зелёные участки. Совершенно верно. Начинаю сначала техническое здание сначала, а потом будем говорить про строительство. Абсолютно правильно. Мне бы хотелось буквально 30 секунд. Нет, 30 секунд. Чтоб не получилось, как получилось. 11 лет назад два архитектора Ищук и Гена Клюкин, первые, которые разработали всю эту концепцию, вся эта горка, будем сказать, от улицы этой до улицы той, и за 10 лет самыми разными моментами, спонсорами-то, ничего не сдвинулось. За это время здания развалились, лестница рассыпалась. Как бы не заболтать. Александр Васильевич, губернатор, пообещал денег на лестницу и сквер. Будем так говорить. Город, как говорится, втянулся в хвост этого вопроса. Но она на нас отыгрывается. Большое спасибо, что сегодня пришли. Я думаю, что мы всё-таки вернёмся к этой теме ещё, когда закончится голосование. В завершение хочу напомнить, что голосование на электронной площадке Брянск, важное мнение каждого, продолжается до 6 марта. Принимайте участие, будьте активными, подтверждайте своё мнение. Ну и будем надеяться, что запланированная реконструкция всё-таки начнётся уже в этом году. Всего доброго, и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова